Вот Макар Степанович. Но это, оказывается, никто. То есть отборка очень большая идет. Пофамильно. Год не подходит. Долгие годы о Макаре Степановиче были известны только дата рождения и день, когда он пропал без вести. Недавно в Ленинградской области поисковики нашли останки солдата и медальон. Записка в нем, на удивление, хорошо сохранилась. Информация об этом появилась в группе ватсапов, в которой состоят многие поисковики России. Я в группе состою и начал заниматься такой работой, что вот где-то кого-то найдут. Если касается нашего края, у меня интерес. А если нашего района, это вообще. Я рассылку сделал и жене так между делом говорю, вот нашли. Она посмотрела, ее заинтересовала фамилия, посмотрела имя и отчество. Это, говорит, мой дед. Однако, как доставить прах героя на родину? Транспортировка – сложный процесс, который к тому же требует оплаты. В поисках помощи родственники обратились к депутату по избирательному округу Александру Прокопьеву. Представляете, Александр Сергеевич, вот он с войны написал письмо, обвел свою руку и написал. Старший сын был Вася. Вот, смотрите, он написал. Вот, сынок, моя ручка, на которой я играла на гармошке. На этих фото лица жены и детей. А вот самого Макара Степановича нет ни на одном снимке. И нет ни одного человека, который бы помнил, как он выглядел. Но теперь, благодаря поисковикам, о нем известно больше. Это захоронение было обнаружено в Ленинградской области, в частном огороде, на глубине всего двух штыков лопаты. И на одном из красноармейцев сохранился медальон с данными. Таким образом удалось установить личность. И вот через 80 лет мы возвращаем его на малую родину. И это говорит о том, что никто не забыт. Одновременно встречать и провожать в последний путь Макара Степановича на родной земле собрались четыре поколения семьи. Сегодня в руках у них тот самый медальон, карандаш и монеты, которые были при солдате. Территория поселка городского типа Отрадная, где были подняты останки, она была линией фронта на протяжении практически всей обороны Ленинграда. Но именно в августе и начале сентября 1942 года там были наиболее кровопролитные бои, потому как именно в этом месте немецко-фашистские войска планировали прорвать оборону и пойти на штурм города. Так в 1942-м бойцы, среди которых были наши земляки, разрушили планы врага, заплатив за победу жизнями. Этот день он и радостный, и грустный. Радостный о том, что моя бабушка дождалась своего отца. 80 лет она молилась, чтобы он вернулся домой, на родину. Грустный, конечно, потому что действительно он вернулся не так, как бы хотелось ей. Но история на этом не заканчивается. У нас в крае есть специалисты, способные делать реконструкцию лиц по сохранившимся останкам. И, возможно, семья рядового Сидорова скоро узнает, как он выглядел и кто из правнуков похож на него. На археолога пойду. Буду искать, раскопки делать. Может, что-то интересное. Людям тоже помогать, допустим. Макара Степановича захоронили рядом с женой на Михайловском кладбище Бурнаула. Он вернулся к ней, как и обещал. Елена Кузовкина, Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.